Здравствуйте, друзья! На кампусе Портноп Компьютер Скул. Ну, кампус сам находится в Калифорнии, в городе Лос-Алтас, но, сами понимаете, сейчас уроки все идут в онлайне. Поэтому, когда я говорю на кампусе, я имею в виду, где бы вы ни были на этой грешной планете, вы можете поучаствовать. Значит, на кампусе нужен человек, который бы парт-тайм вел занятия, помогал вести занятия, ну и так далее. То есть человек, задействованный в учебном процессе, человек, который владеет автоматизацией и тестированием. Имеется в виду, что у него есть реальный опыт, не то, что он там курсы закончил, а так действительно пару лет, может быть, поработал. То есть там будет интервью техническое и так далее. Значит, по времени так устроено, что это вполне удобно может быть, например, людям, живущим, скажем, в России и Украине. То есть по московскому времени, если, то это где-то с 7 вечера до 11 вечера. Например, так. То есть человек может там поработать на работе и здесь. Это парт-тайм, это, ну, наверное, 20 часов в неделю. 20 часов в неделю. Я не, как сказать, не говорю сейчас в данном случае как работодатель. Я разговаривал со Славой. Работодателем является Слава в данный момент. Я являюсь работодателем только для онлайн-программы, которая отдельной жизнью живет. Вот. А на кампус, значит, кампус, это Слава, Луиза. Вот Слава мне сформулировал, что бы он хотел видеть и попросил вам рассказать. Поэтому это может быть человек, живущий в Соединенных Штатах. Это может быть человек, живущий не в Соединенных Штатах. Но эта позиция, так она начинается, как парт-тайм, но, в принципе, речь идет и о фулл-тайм тоже. Если человек живет, ну, скажем, за пределами Соединенных Штатов, но, в принципе, хотел бы попасть в Соединенные Штаты, то, как бы, не исключается возможность, там, допустим, сделать визу J-1 или визу H-1B, там, как дальше законы будут работать. Не знаю, там, наверное, будет какая-то реформа иммиграционная, а может, не будет. Ну, в общем, это тоже вопрос, который решаемый. Дальше что? Я не знаю, где найдутся эти люди, потому что я понимаю, что, скажем, если человек занимается автоматизацией, и, собственно, он хорошо зарабатывает, и, может быть, ему нет смысла, например, там, переключаться на преподавание. Но если он как-то так вот находится в такой позиции, ну, допустим, там, скажем, мама-автоматизатор сидит дома с ребенком, например, и с удовольствием бы там как-то подрабатывал, например, или человек постарше. Бывают люди, которые там, скажем, там, не знаю, 50, 52, 55, которые, ну, вот, устали как-то на производстве, им уже тяжело там по 10 часов в день, и как-то уже хочется что-то более спокойного. Вот, может быть, так. В общем, я не знаю, я за вас не буду решать, но просто рассказываю, что есть вакансия. Вы спросите, а какие деньги? Друзья, вы знаете, что я не уполномочен, да, поэтому я вам сразу сказал. Значит, я вам дам имейл, куда вы можете написать. Вот, я бы на вашем месте, если уже писать, то прислал бы сразу резюме, да, чтобы не получилось, что вы вопрос задаете, а что за человек, непонятно. первое. Второе. Там, слава, вам даст какое-нибудь задание тестовое, чтобы понять, что вы, как бы, владеете предметом настолько, что можете вести занятия. Соответственно, нужно это делать на английском, вы понимаете. Не нужно английского, там, как у, не знаю, там, у Лорда Черчилля, но, во всяком случае, так нормально, чтобы, как вот мы все тут общаемся, вот на этом уровне должно быть. Ну, вот, наверное, и, наверное, и все. Значит, имейл очень простой. Резюме, собачка, портнов.кам. Ну, я, собственно, в описании к видео тоже дам, о чем речь. Значит, эти ваши резюме пойдут прямо вот к Славе, да. Слава имеет доступ к этому имейл-аккаунту, и он будет, вот, там, читать и отвечать, и как-то взаимодействовать. Вот такая, такая вещь. В общем, если кому-то интересно и срастется, я буду очень рад, что мне удалось помочь кампусу. Счастливо!